Здравствуйте, с вами Советы и Ответы. В студии я, Вета и мой эфирный помощник, Дольче Пэйз Лимонад. И ещё сегодня я приглашаю в студию заслуженного эксперта по всему в студию. О! Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пригласили сегодня меня к вам. Я готов вам помочь. Что изволите? О! Хорошо, что вы сегодня в носках. Ведь в интернете у нас все всегда в носках. Да, это вы замечательно подметили. Чем могу быть сегодня вам полезен? Сегодня ко мне на порог подсунули большую коробку. И я бы хотела, чтобы вы помогли мне с ней разобраться. Ну, пожалуйста, буду рад помочь. О! Интересно, интересно. Начнём с внешнего вида. Итак, перед нами коробка голубого цвета, с волнистыми линиями и надписью Китфорта, нарисованным китунгом, которого вместо хвоста электрическая вилка. Похоже, это электрический прибор. И, если вы обратите внимание, сударыня, надпись «Пароочиститель». Итак, перед вами в коробке находится пароочиститель Китфорта. Вау! Я так думаю. Давайте проверим. Давайте. Открываем. Вот так. Я вижу, вижу, вижу. Интересно. Интересно! Очень интересно. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Первым делом мне в глаза бросилось... Очень странная вещь. Написано «Рахат лукум вкус ванили». К чему бы это? Может быть, вам кормить нужно этим? Это корм? Не знаю, не знаю, но, по-моему, это к вам сладкий подарок. Спасибо. Да, вам спасибо. Так, значит, тряпочка. Может, его нужно протирать, или это его будет место, чтобы... Не знаю, не знаю. Тряпочка. Она, похоже, водовлаговпитывающая какая-то. Так. Инструкция. Пароочиститель. КТ-917. Ну, это его название. Так. Собственно, какие-то... Швабрычки. Так. О! Пистолет. Уже страшно. Это пистолет со шлангом. Так. Кладем. Так. Мирная кружка. Интересно, зачем? Ну, видимо, отмерять воду. Парообразование должно быть строго по науке. И достаем. Вот он. Чудо техники. Выглядит космически. Длиннющий провод. Так. Так. И вороночка. А еще там были вот такие три палки. Не знаю, они соединяются. О! Они соединяются друг с другом. Отличная мысль у вас работает. Техническая. Читаем инструкцию. Вообще, инструкцию полезно иногда просматривать. И для того, чтобы узнать какие-то интересные вещи о том, что нам привезли. Итак. Устройство пароочистителя. Вау. Отсек для принадлежностей. Он вот здесь. Здесь у нас много полезных штучек. Это какая-то тряпочка. Это, похоже, насадочки. Это тоже насадочка какая-то для чего-то. Это еще насадочка. Насадочка. И еще насадочка. Насадочки для чего-то. А, тут написано. Щетка для пола. Струйная насадка. Круглая плосковая врусовые щетки. Круглая латунная щетка. Угловая насадка. Насадка для отпаривания. Для отпаривания одежды. Воронка, мерная чашка. Подготовка к работе и к использованию. Наверное, вот это для пола. Хорошая мысль. Там так и написано. Значит, это у нас штука, чтобы наматывать провод. Смотрите. Как удобно. Да, это прикольно. Это у нас какие-то регуляторы. На одном написано push. Он нажимается. Это кнопочка, видимо, включения-выключения. Так. Самое главное в этой штуке, раз это пара очистителей, сюда куда-то нужно наливать воду. Вот отсюда вода будет выходить. Она, наверное, вставляется. Туда вставляется. Сейчас я скажу. Судя по всему, туда вставляется вот этот шланг. Так. Хорошо. Вставили шланг. Крышечку эту можно закрыть, а можно открыть. Как она? Вот так, наверное. Или вот так. О, вот так. Так. Закрывается и открывается. Так. Судя для переноски. Теперь давай посмотрим, где нам найти. Куда нам находить воду. Устройство отпаривания. Струйная насадка. Подача пары. Подготовка к работе. Смотри-ка. Здесь нарисована вороночка, которая, вот она. Держи. Вороночка. Нажмите крышку бойлера и открутите ее. Пуш! И от... Ага! Я понял. Нажимаем, откручиваем. Защита от случайного отвинчивания. Нажимая, откручиваем. Откручиваем, 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 откручиваем. Знаешь, зачем такая резьба нужна большая? Что чтобы там внутри, от того, что пар нагревается, вода нагревается, образуется пар, там повышается сильно давление. Чтобы она не выскочила, как пробка. Да, чтобы она не выскочила, как пробка. И судя по всему, там еще есть специальный клапан, который, видимо, если давление там превысит какую-то допустимое чтобы эту штуку не разорвал она через этот клапан выйдет лишнее давление лишний пар так неси вам воды вода где вода не воду отлично тут написано не заливайте воды более полутора литров воспользуйтесь чаши для воды воронкой пол-литра воронка заливаем прям все прям все полтора литра туда влезет а у нас всего лишь пол-литра должно все поместиться супер отлично теперь не заливайте воду в разогретый пар очиститель на это правильно потому что если там нагревается будешь заливать воду тебя божжут паром который оттуда пойдет так тут и написано откройте крышку гнезда и вставьте в разъем парового шланга это у нас вставлено для отсоединения парового шланга нажмите на две кнопки они с боков ладно сейчас не отсоединяем залейте воду подсоедините подключите пароочиститель нажмите на кнопку включения выключения ха-ха по секрету залейте воду в бойлер подсоедините паровой шлак необходимой насадки а насчет того чтобы закрутить обратно там не написано но имейте ввиду что обязательно нужно закрутить эту штучку обратно и это очень важно закрутить надо ее очень крепко это же нажимаем на неё потому что это секрет нажимаем закручиваем нажимаем закручиваем он закрутился плотно теперь попробуем включить наш пароочиститель в розетку провод достаточно длинный метров пять наверное это очень удобно для большинства случаев так включили в розетку и теперь надо найти кнопку включения вот она загорелась лампочка разогрев надо похоже подождать пока и начнется пара испарение пока там не нагреется ждем а пока тут написано прочитаем когда загорится индикатор готовности судя по всему это вот этот облачко облачко да парочиститель готов к использованию нажмите кнопку подачи пар распыляйте пар для очистки значит похоже на то что кнопка для пара она вот это вот так да нажимайте пар для очистки соответственно попробуем сначала почистить пол соединяем трубу правильно так так отодвигаем убираем пол лишнее приготовимся к пар очистки по выглядит конечно устрашающе устрашающе что все по не бойтесь девочка с вами эксперт международного класса ждем пока нагреется ждать может быть и довольно долго потому что температура должна быть должна там нагреться постепенно как чайник внутри там чайник который вскипит этот пар попадет прямо к нам в швабру для начала мы попробуем про прошвабрить пол ждем а пока почитаем что нам еще пишут в инструкции подача пар для подачи пара нажмите на блокиратор чтобы разблокировать кнопку подачи пара судя по всему это вот эта кнопочка с помощью регулятора регулятора подачи пара вы можете регулировать количество выдаваемое прочителем пара судя по всему это вот эта ручка ее можно крутить больше меньше так он стал шуметь да эта вода там сгибает она там по настоящему булькать да и этот пар нам пригодится она как паровоз так бывает полезно при отпаривании одежды регулировать подачу пара количество пара будьте осторожны помните что насадки и принадлежности нагреваются спасибо что сказали в избежание ожогов в несчастных случаев всегда включайте блокиратор на паровом пистолете перед присоединением сменной насадкой не пытайтесь открутить крышку бойлера то что я сейчас закрутил во время работы и пока пар очиститель не остыл крышка бойлера не откроется пока в бойлере есть давление прикольно не заливайте воду в разогретый пар очиститель это понятно не заливайте в бойлер чистящие средства другие добавки только чистую воду знаешь почему потому что если вода будет кипеть добавками эти добавки потом осядут внутри и могут помешать в дальнейшей работе не тянетчик пар очиститель за паровой шланг ну это понятно чтобы он не оторвался во время использования пар очистителя индикатор готовности будет периодически загораться и гаснуть это ага он означает что давление пара там внутри достаточное для работы то есть если он гаснет то давление пара там внутри недостаточное и он его сейчас подогреет и сделает а если оно горит значит давление пара достаточное при выпуске пара не наклоняйте пар очиститель и не переворачивайте его в противном случае вместо пары из парового сопла может выйти струя горячей воды согласен нельзя его поворачивать чтобы потому что пар сверху попадает видимо так паровой шланг может нагреваться при использовании держите шланг только за ручку парового пистолета хорошо либо используйте защитную варежку в комплект не входит варежка в комплект не входит при первой подаче пара или после большого перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в шланги конденсата конденсат это остатки воды советы по использованию чистка поверхности очищаемый материал должен выдерживать влагу высокую температуру пол подходит убедитесь в этом некоторые типы полов например плиточные имеют канавки или зацементированные поверхности это про нас для более тщательной очистки рекомендуем воспользоваться круглой или плоской нейлоновой щеткой но у нас круглая щетка наверное щетка да не там внутри подожди подожди вот смотри тут замочек нажимаем и открываем и тут находятся всякие щетки видимо они вот эту щетку нам предлагают ну давай пока попробуем вот там тоже щетка есть на этой швабре да вот это похоже для мытья стекол но она с резиновым таким уплотнителем вот это вот выдувалка пара просто это это мы тоже попробуем это вдувалка фара фара фигурная это выдувалка пара со скребком тоже прикольно но мы попробуем сейчас какие-то насадки и самое главное и со скребать и со скребать да и попробуем отпарить еще наши нарзаки так но он еще нагрелся поэтому ждем читаем дальше для очистки промежутков кафельные плитки используйте струйную насадку струйная насадка она видимо такую дают длинную струю да для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более полутора сантиметров от поверхности обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд 5 секунд пын пын три четыре пять это примерно столько за сколько пар ничтожит каких-то всяких бактерий вредных вредных да для удаления стойких загрязнений силы только струи пара может быть недостаточно используйте ворсовые или латунную щетки для усиления механического воздействия латунная это металлическая щетка да при чистке одежды или обивки мягкой мебели наденьте на насадку для отпаривания тряпку вот оно для чего тряпку когда загрязнения будут вписываться в тряпку а не в одежду или ткань обивки это хитрость насадку для отпаривания можно использовать для снятия со стен старых обоев ну это прикольно чистка окон и зеркал при использовании резинового скребка тщательно вот он там был тщательно очистите с помощью пара всю поверхность а затем отключите подачу после этого прижмите резиновый скребок и очистите это понятно отпаривание одежды для отпаривания одежды повесьте ее на нержавеющую вешалку на нержавеющую подсоедините к пароочистителю насадку для отпаривания. Оно загорело зелененьким. Правильно. Ну что ж, давайте попробуем включить. Страшно. Страшно, ну да, мне тоже первый раз такую штуку включаем. Включили этот. Так, это выключили. Включили. Поехали. Это конденсат. Ура! Смотри, это пар. Выходит только один пар. Смотри-ка, отмывай откраску. Да. Теперь у нас в студии будет чистый пол. Ура! Он будет не только чистый, но и противнифицированный. Еще лучше. Теперь полу-то надо. Пол становится мокрым. И обработанным паром, если я отпускаю кнопочку, он выключается. Круто! Так, это у нас получилось. Единственное, что полку с рыбой придется вытирать. И, конечно, трубочка легковата, но она достаточно длинна для того, чтобы дотянуться до потолка. Потолок, вот нельзя. Четыре штуки бывает кому-то надо. Так, останавливаем. И я хочу провести эксперимент с отпариванием этой тряпочки. Для этого, как там написано, поставьте перед охранителем, нажмите и найдите для отпаривания. Насадка для отпаривания у нас выглядит так. Дайте мне, пожалуйста, один из стыковочных узелков. Вот этих вот. Да, спасибо. Один? Пока, да. Одеваем. Ага. Итак, я хочу отпарить. Для этого, видимо, придется воспользоваться вот таким переходничком. Так, да, понимаешь? Хотим отпарить вот эти вот складки, они очень некрасивые. Хотелось бы. Переходничком. Так. Мы воспользовались переходничком. О, так будет удобно. Попробуем. Нажимаем. Он опять брызгается водой. А где же пар? Эй! Может, он еще не готов? А нет, готов. Готов. А где же пар? Е-е-е! Пошел пар. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не забывайте про это, когда будете отспаривать, у вас может палить кипятком. Молодец! Так, подвигаем наш чудо-привод ближе. Я попробую только. Сравни, вот место, где я не обрабатывал, и вот место, где я обрабатывал. Классно, кстати. Хорошо, переходим к следующему пункту проверки. Хочу проверить струю пара. Уже страшно? Да, мне тоже. Вот ему особенно. Он ничего не боится, он ощущается. Берем маленькую супер-насадочку. Стараемся не попадать под прицельный огонь. Так. Да, да. Осторожно. Проверяем. Тише, тише. А я понял, зачем регулятор. У нас он стоит, наверное, на максимуме. Так и есть. Поэтому много воды. Тише. А если мы поставим его совсем на мигину. Так, добавим. Тише, тише. Вот. Вот как им надо пользоваться. Чтобы водой не поливало. Шланг немножко горячий. Только. Чтобы было меньше воды, нужно включать регулятор. Взрыв. И тогда он легко попадет во всякие труднодоступные выручки и челюсть. А если хочется увеличить. Взрыв. И сразу потекла вода. Взрыв. Надо найти. Взрыв. 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 Оно работает. Ну что ж. Пол сейчас будем протирать. Потому что он ужасно мокрый. Но я думаю, что это вторая сторона. Побочный эффект от использования паровой швабры. Я просто неправильно не так включил. Надо было поменьше пароподачу поставить. И тогда бы пол был не такой мокрый. Взрыв. 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 Идеальная частота Вот на этой пятачке Которую мы обработали с помощью пара Не бойтесь ударами Я вручаю вам Этот чудо инструмент Молодейте Вы теперь умеете с ним обращаться Я надеюсь Всю теорию мы с вами прошли Нажмите на кнопочку Yes! Он работает Желаю вам успехов И я исчезаю вам Ну, с вами были советы-ответы И Всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok